Всем привет! В эфире новогодний выпуск передачи «Киберспорт». Подведем итоги. 2013-й, какой он был для киберспорта? Golden League — минутка аналитики от Breakneck'а. Virtus.pro у команды появилась своя танкистка. И, конечно же, долгожданный мастер-класс от левшей. Подходит к концу год, и прежде чем поздравить вас с наступающими праздниками, подведем киберспортивные итоги. За это время компания Wargaming провела более 500 турниров World of Tanks по всему миру. Более 22 тысяч команд приняли в них участие, а это ни много ни мало — 137 тысяч танкистов. 10 тысяч из них получили денежные призы. А самая титулованная команда Na'Vi заработала за эти месяцы 170 тысяч долларов США. Подробную статистику вы можете найти на официальном сайте, а ссылочку внизу. Но впереди завершение третьего сезона и, конечно же, гранд-финал Лиги Wargaming. Так что самое интересное нас ждет в новом году. Golden League ушла на каникулы. Забегая вперед, скажу, что игры возобновятся 17 января. Но а мы пока воспользуемся паузой, чтобы провести небольшую аналитику. Чего ждать от оставшихся шести туров? Поможет разобраться игрок команды Virtus.pro Breakneck. Всем привет, меня зовут Breakneck, я игрок команды Virtus.pro. Я расскажу вам о том, как обстоят дела в Golden League и какие у кого шансы на выход в финал. После девяти туров Na'Vi продолжает доминировать. Путевку в Минск уже явно заработали Adieming, WoL Team 1 и Unity. Эти ребята показывают высокий уровень игры. Пятое в зачете, WoL Team 2, команда Открытия. Ребята пришли в Golden League только в этом сезоне, но уже обыграли Unity и Mind. Мне кажется, их секрет прост. Во-первых, они хорошо сыграны. Во-вторых, у них есть WoL Team 1, с которыми они постоянно тренируются и отрабатывают оригинальные тактики. Если не будет досадных поражений, на Лана не приедут. То же самое можно сказать о Mind, занимающих шестое место. Да, после трех замен команда выступает не очень уверенно, но в каждой проигранной встрече им не хватает до победы совсем чуть-чуть. Думая, к финалу сезона они восстановят форму. В седьмой идет команда Unique. У нее неплохой отрыв по очкам, и он, скорее всего, позволит ребятам выйти в финал. А вот за восьмую путевку развенется настоящая рубиола между Яйцей и Синерджи. В третьем сезоне Яйцей сопровождает череда неудач, а Синерджи, наоборот, славится своим везением. Но лично мне кажется, что пройдут Яйцей, особенно если они грамотно воспользуются перерывом в играх. Команд на десятой позиции и ниже. Шансы попасть на финал весьма призрачные. Слишком много очков упущено, и слишком мало осталось раунда в запасе. Кстати, занятно, что внизу таблицы сейчас расположились финалисты прошлых сезонов – New Star и Rockskiss. Посмотрим, останутся ли ребята в лиге. И снова о виртусах. Не так давно завершился конкурс под громким названием «Разыскивается танкистка». Приятно, что танкистку ребята все-таки разыскали. Победительницей стала Дарья Абраменкова, она же Миссис Пух. Теперь каждую неделю на Twitch-канале сообщества можно смотреть стримы с ее участием. Вы сможете не только насладиться приятным женским голосом, но и увидеть, как она ведет себя во время боев. Скажу вам честно, играет она получше многих мужиков. Действительно, есть чему получиться. Ну а если пропустили трансляцию или просто хотите поддержать девушку и написать свой отзыв, заходите в ее группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Японцы ворвались в игру. Вышло обновление 8.10. Что можно сказать? Улучшенная графика, добавлена новая техника, переработаны некоторые карты. Мелкие объекты, такие как заборы, столбики, машины, теперь простреливаются. О том, насколько это сильно отразится на формате 7.42, судить еще рано. Как только киберспортсмены освоятся, мы обязательно узнаем их мнение. А пока о том, что ясно уже сейчас. Во-первых, в режиме командный бой опыт набирается еще быстрее. Ну а во-вторых, теперь глобальный рейтинг — это сумма рейтинга обычного и киберспортивного. Для тех, кто еще не попробовал этот режим, начальный киберспортивный рейтинг равен нулю. Я бы вам посоветовал зайти и исправить эту цифру на какую-нибудь достойную. Игроки команды Seven Kings затаили дыхание в ожидании новогоднего чуда. Прямо сейчас они ищут не кого-нибудь, а настоящего друга. И готовы подкрепить дружбу приглашением в единственную белорусскую команду в Голденой Лиге. Не упустите свой шанс. Посмотреть требования и подать заявку можно на их странице ВКонтакте. Топовые игроки продолжают радовать нас своими видеороликами. Powerslide сделал отличный колл. Если кто-то не знает, это что-то вроде гифки, но в формате видео и с музыкой. В главных ролях победитель ВСГ PowerFlight и Ирина. Интересно? Ищите ссылку в описании. И напоследок напоминаю вам. Продолжается конкурс на лучшее поздравление для любимой команды. Победителю достанется не только Голда, но и гарнитура SteelSeries. А подпишет ее не кто-нибудь, а сам Вейдер, великий властелин баланса. И, кстати, в прошлом киберспортсмен. И на этом у меня все. Впереди мастер-класс от Левши, а я с вами прощаюсь. Всех с Рождеством и с Новым Годом! До встречи! Всем привет! С вами Левша. После того, как я почитал ваши комментарии к предыдущему видео, в этом выпуске я решил рассказать про нижний респ на карте Химмельсдорф. Смотрим! Первый отстрел можно делать в начале боя по центру карты, по вражескому танку, который едет по пятой линии. Также с базы есть неплохой прострел по танку, который находится в бойнице на пятой линии. Делать это лучше, вставая за машинку. Если же вражеский танк попробует вас прострелить в стрепуе, он может в нее попасть. Танк, который находится в бойнице на шестой линии, простреливается с квадрата H4. Вы просто выезжаете, стреляете и сразу откатываетесь назад. Делать нужно максимально быстро. Также эта бойница простреливается с квадрата J9. Стрелять в этом случае лучше всего на ПТшке, чтобы не попасть в засвет. Еще есть один неплохой прострел, который находится в квадрате G3. Реализовать его можно только в том случае, если вы уверены, что к вам никто не выйдет по третьей линии. А для этого вам просто достаточно поставить союзный танк в квадрат А2. С бойницы на G4 у вас имеется прострел в квадрат С3. Помимо того, что вы можете прострелить саму бойницу в этом квадрате, также вы можете прострелить вражеские танки, которые находятся на углу дома. Прострел небольшой, но все же есть. Когда вы перестрелитесь с вражеским танком напротив себя, старайтесь прижиматься к правой части бойницы. В этой части вас прострелить будет сложнее. Также с этой бойницы есть отличный прострел по вражеским танкам, которые едут по третьей линии. Прострелить вы можете их здесь или здесь. Если вражеские танки атакуют по банану и выходят на центр, то с этой позиции на G3 у вас имеется отличный прострел по ним. В свою очередь им по вам попасть намного сложнее. Но не забывайте, что вы уязвимы для танков, которые поедут по третьей линии. Теперь я расскажу вам о бойнице, который находится на шестой линии. У этой позиции очень много преимуществ. Одно из них, что вы можете просветить вражеские танки, которые перетягиваются с горы в сторону своей базы. Засветить вы их можете в квадрате B7. Также с этой позиции есть неплохой прострел в квадрат D2. Если вражеские танки решили проатаковать вас по банану, то они обязательно попадут в засвет в квадрате Е7. Помимо того, что вы их засвечиваете, вы также можете их еще и прострелить. На ЖД в квадрате J1 у вас есть домик, за которым вы можете прятаться и простреливать всю первую линию по засвету вашего Т1. Если же вражеский танк попытался проскочить в квадрат Е1, то вы спокойно его законтрите. Такие у нас получились прогулки по Химмельсдорфу. Обязательно оставляйте свои комментарии, понравился ли вам мастер-класс в таком формате и комментарии с новыми предложениями на следующие выпуски. На этом все, всем пока! То у них никаких шансов. Че несу? Такая удыревая карта Химмельсдорфа, да? Ну вот и все. Да, вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok